Сочи сегодня устраняли последствия взрыва бытового газа. Учения всех служб прошли на Мацесте. В Адлире суд вынес решение о сносе девяти объектах. Застройщики выполнять его не торопятся, поэтому демонтаж поручили подрядчикам. Нашел в лесу. Так сочинец объяснил, почему у него дома находится оружие. Пистолеты-патроны изъяты. В Сочи зазвучит реконструированная арпа. Ей отвели особую роль в международном органном фестивале. По инициативе МЧС сегодня в Сочи прошли масштабные учения. По легенде, спасатели устраняли последствия взрыва бытового газа. Сценарий разыграли в разрушенном здании ванного корпуса Мацесте. Учения прошли одновременно в четырех районах курорта. На этот раз работали комплексно по законам единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это значит, что в учениях в одной связке работали не только пожарные, врачи, скорые и сотрудники МЧС, но и специалисты водоканала, электросетей и представители районных администраций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения. Спасатели федеральные, муниципальные, субъектовые, все находятся здесь. До кинологических расчетов включительно. Для чего мы это все делаем? Если вдруг это произойдет, наши силы и средства должны быть готовы своевременно выдвинуться и прийти на помощь. Когда у нас идет обрушение здания от взрыва, в том числе газово-воздушной смеси, или бытового газа, как называют, без инженерной техники оперативно разобрать завал, ну это практически невозможно. Без экскаватора мы можем разгрести завал? Ну тоже проблематично. Можем вручную, на время потеряем. А под завалами могут быть люди. Поэтому инженерная техника – это важный элемент в системе, если работу организовывать. В городе она имеется. Вся техника, задействованная в учениях, предоставлена Хостинской администрации. Участие в ликвидации ЧАЭС принял и весь районный штаб. Задачи у каждого свои, но именно здесь отрабатывается общий алгоритм действий. Цель, в первую очередь, отрабатывать взаимодействие всех служб федерального, краевого и муниципального уровня. Для того, чтобы более качественно, быстро, оперативно, эффективно, если не дай бог случаться подобного рода сценария у нас, чрезвычайные ситуации, чтобы их просто совместно ликвидировать. Знаете, как говорят, побеждает подготовленный, поэтому лучше нам тренироваться всегда, чтобы такие, в принципе, не случались у нас никогда ситуации. Но мы должны быть всегда готовы. В Сочи продолжается борьба с незаконными объектами строительства. На этот раз речь идет о самостроях в Адлерском районе. Сколько домов уже решено снести и кто теперь будет выявлять факты самовольного возведения зданий, узнаем из нашего следующего материала. Это шестиэтажное здание мало того, что было возведено без каких-либо разрешительных документов. Плюс ко всему, застройщик нарушил все правила по соблюдению границ участка. А тем временем, объект находится прямо по соседству со взлетной полосой сочинского аэропорта. Решение о сносе суд вынес еще в 2015 году. Однако за это время застройщик к демонтажу не приступил. Теперь этим займется подрядная организация за счет собственных средств. Договор с ней заключила администрация города. Стоимость работ около 20 миллионов рублей. Демонтаж планируется завершить до декабря. Сроки затягиваются не только из-за сложного расположения объекта. Сначала разбор постройки останавливали на время курортного сезона. Но и сейчас, так как объект находится посреди жилого сектора, сносить стены круглосуточно невозможно. Этот дом построен с отступом от границ участка метр, полметра. Иногда практически идет. Поэтому, когда у нас производится снос, все равно какая-то пыль, какие-то остатки щебня, они разлетаются по сторонам. Поэтому все это приходится делать очень аккуратно, медленно. И это, в свою очередь, на сроки влияет сносом. Эти самострои в Адлерском районе также подлежат сносу. И вновь повторение истории. Решение суда есть, но застройщик исполнять его добровольно и за свой счет отказывается. Что вполне предсказуемо. По словам экспертов, стоимость сноса здания практически равна стоимости возведения. Именно поэтому вся работа ложится на подрядные организации, которые далее также по суду взыщут затраченные средства с нарушителя. Также важно отметить, что согласно новым поправкам в законодательстве, факты незаконного строительства должен выявлять специальный орган. Теперь уполномоченным органом по выявлению объектов самовольного строительства, там, где не требуется решение на строительство, это ИЖС, садоводчество, садоводческие товарищества, является органом уполномоченного решения Государственного строительного надзора. Теперь к их полномочиям отнесено выявление указанных объектов. И в случае, если они такой объект выявляют, они обязаны направить выдамление в орган местного самоправления, а выявление самовольной постройки. На сегодняшний день только в Адлерском районе вынесено сразу 9 решений суда о сносе незаконных объектов. Все они вступили в силу и были поддержаны Краевой апелляционной инстанцией. Подобная работа ведется во всех районах Сочи. Галина Моисеева, телекомпания «Ивкаты». Полицейские изъяли у сочинца незаконное оружие и боеприпасы. Проверить домовладение 58-летнего местного жителя правоохранители решили после получения оперативной информации. В одной из комнат полицейские обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы. Экспертиза подтвердила, что пистолет Макарова и патроны к нему пригодны для стрельбы. В отделе полиции хозяин пояснил, что больше 20 лет назад нашел оружие и боеприпасы в лесу. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и приобретение оружия. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. МВД напоминает, найденное оружие необходимо сдать в ближайший отдел полиции. Гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или предоставившим достоверную информацию об их незаконном хранении, выплачивается вознаграждение. За единицу боевого огнестрельного оружия заплатят 5000 рублей. За охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом – 3500. За самодельное огнестрельное – 1500 рублей. Сочинцы могут поучаствовать во всероссийском экономическом диктанте. Он пройдет 4 октября. Написать диктант можно будет во всех филиалах Сочинского госуниверситета в 10.00. В этом году диктант посвящен теме «Сильная экономика, процветающая Россия». Цель – определение и повышение уровня экономической грамотности населения. Также сочинцы смогут написать диктант в этот же день в режиме онлайн в полдень на сайте veorus.ru. Принять участие может любой желающий. В прошлом году в крае такой диктант написали более 300 человек. В станице Кущевская построят новую школу. Если проект будет сорван, отвечать придется местным властям. Об этом главу района предупредил губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев сегодня провел час контроля, где детально разобрал поручения данные муниципалитета. В частности, в станице Кущевская уже три года не могут построить школу. За это время в отставку уже ушел предыдущий руководитель района. Поэтому новому главе придется решать поставленную губернатором задачу. Пока не подготовлены даже документы на объект. По какому принципу сейчас подобран участок? Это согласно генплану выделенное место. Это новый наш микрорайон. Если эта школа нужна именно в этом микрорайоне, в новом, то давайте не обходить проблему, а решать проблему. Стратегинство школы – это для меня принципиальная сегодня задача, которую я в крае реализую, для меня лично. Потому что школы должны появиться, современные школы. Возьмите или типовой проект, привяжите его. Потому что дорого вам будет стоить собственный проект. И не нужно на это деньги тратить. Еще раз подчеркиваю, у нас типовые проекты. Мы специально в крае потратили деньги, чтобы сделать типовые проекты. Берите типовой проект и привязывайте его на 550 мест. Это хорошая школа. Больше всего вопросов на часе контроля было именно к Кущевскому району. Там также затягивают со строительством пожарного депо. В целом в регионе за три года дано свыше 2000 поручений губернатора. Из них уже выполнено 63%. Сочи посетила делегации из Ленинградской области. Представители Всеволожского муниципального района приехали на курорт, чтобы подчеркнуть его уникальный опыт в вопросах благоустройства. Для этого администрации городское собрание организовали для коллег семинар. Я люблю Сочи. Я люблю Сочи. Я люблю Россию. Это лучшая страна в мире и очень красивый город. Мое сердце – это Бразилия. Я люблю Бразилию. Я летаю за сборной далеко и везде. Это моя третья поездка в Сочи и в Россию. И я вижу, что здесь все прекрасно. Иностранные болельщики не уставали рассыпаться в комплиментах принимающему чемпионат мира по футболу Сочи. Самый красивый, чистый, благоустроенный – все исключительно в превосходной степени. Над внешним видом города потрудились задолго до Мундиаля. Основные вливания в инфраструктуру произошли перед домашними играми 2014-го. Дальше задачей властей было сохранить и приумножить олимпийское наследство. Парк в микрорайоне Макаренко стал очередным шагом в опросе благоустройства Сочи и подарком горожанам к 80-летию Краснодарского края. 15 гектаров земли – есть где разгуляться. Месяцем позже, в честь уже другого события, Всемирного фестиваля молодежи и студентов, власти торжественно презентовали сквер в микрорайоне Фабрициуса. Он появился на месте пустыря. Буквально из пепла возродилась фитофантазия – плод творчества сочинского ландшафтного дизайнера Сергея Венчегова. Мы – муниципальное образование. И тех денег, которые у нас есть, а это 11 миллиардов рублей на год, это, конечно, крайне мало. Но вызовы, которые перед городом, курортом существуют, вызовы, с которыми сегодня сталкиваемся мы, это огромный вызов. То есть люди, которые приезжают к нам на отдых, они, конечно, не хотят выяснять, какой у нас бюджет – муниципальный либо региональный. Гости хотят видеть город-сад. И Сочи оправдывает их ожидания. Ценой собственных усилий, бюджета. Помогают бизнесы, рядовые горожане. На их счету множество совместных проектов по благоустройству курорта. Уникально в этом плане сочинский опыт приехали перенимать коллеги из самого большого района России – Всеволожского, что в Ленинградской области. Чистый Сочи начинается с себя. Мне очень понравился этот слоган. И я в этом бренде хотел бы даже научиться жить и у нас. Чистый город, чистый поселок начинается с себя, с конкретного отдельного человека, который будет заниматься своим родным домом с любовью. И вот эту любовь мы увидели у Сочи. А власти могут направить и помочь, как это делает сочинская администрация и городское собрание. К слову, все Воложские районы Сочи начали сотрудничать год назад. Взаимодействие оформлено официально, подписано соглашение, в рамках которого муниципальные образования и дальше будут обмениваться опытом. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. В Сочи 21 сентября ясно. Ночью температура воздуха плюс 17, плюс 19. Днем плюс 24, 26. Температура морской воды плюс 24. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров море золота и драгоценных камней – скидки, акции. Ежедневный розыгрыш призов среди покупателей. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». Море золота, новинки фэшн-индустрии, хендмейт-изделия, скидки, акции. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Категория 0+. В Сочи завершается донорская акция. Она приурочена ко Всемирному дню доноров костного мозга. Только в России каждые 20 минут один человек узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных. Для остальных во всем мире создаются регистры доноров. Для формирования такого регистра в России необходимо как можно больше участников. Быть донором не страшно, а почетно. Эту мысль организаторы и пытаются донести до всех россиян. В Сочи сдать кровь на типирование, то есть для определения генотипа, можно бесплатно в лабораториях «Инвитро» до 23 сентября. С собой донору нужно захватить только паспорт. Национальный регистр назван именем Васи Перевозчикова, обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. С того времени, благодаря российским донорам, в нашей стране сделано больше 200 трансплантаций. К регистру присоединились более 6 тысяч человек. В Сочи зазвучит реконструированная арфа. На сцену органного зала выйдет Анна Шкуровская. Московская артистка станет участницей Международного органного фестиваля, хотя сама за органом не сидела. Как такое возможно, узнаем из нашего следующего сюжета. Еще за сутки до органного концерта арфа зазвучит в компании Сочинского симфонического оркестра. 21 сентября здесь представят новую программу «Музыка моря». Это будет море французского композитора-импрессиониста Клода Дебюси. Это будет море из сюиты Шехерезада Римского-Корсакова, бурлящее и пугающее. Это будет музыка знаменитого романтика Феликса Мендельсона Бартольди «Морская тишь и счастливое плавание». Передать легкое волнение море легче всего с помощью арфы. За арфой москвичка Анна Шкуровская. Сегодня ее второе знакомство с сочинским инструментом. Арфа недавно вернулась после реконструкции. Вот эти механизмы, у нас называются вилочки, колочки, они до ремонта заржавели, не прокручивались, и поэтому невозможно было настроить арфу ключом. Сейчас после ремонта мастер приехал, посмотрел, все починил. Он полностью снимал струны, полностью заменил какие-то вилочки, не хватает здесь, настроил все. Также мастер заменил обмотку педалей, и пользоваться ими теперь можно бесшумно. В Сочи Анна вместе с арфой дважды выйдет на сцену. В пятницу с оркестром, в субботу в компании органиста Владимира Королевского. Мы вчера уже порепетировали, потом мы пробовали в прошлом году тоже. Мы сыграли одно сочинение, вот, Арио Гранжани. И как-то, вы знаете, очень удобно, очень комфортно. Мы слушаем друг друга. Вот, арфа вообще хорошо очень сочетается с органом, или орган с арфой тоже. Суббота вообще будет полна сюрпризов. Орган будет звучать дуэтом, и не только с арфой. В концерте примут участие и другие солисты сочинской филармонии. Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Бархатный сезон в «Жемчужине». Фестиваль с таким названием стартовал в летнем театре парка Фрунзе в честь 45-летия Гранд-отеля «Жемчужина». Расскажет Елена Всецина. «Жемчужина» решила блеснуть ярче, чем обычно, и пригласила на свой день рождения звезд эстрады и телевидения. Конечно, у каждого из них свои воспоминания отдыха у моря, связанные с Гранд-отелем. Известно, что Андрей Кончаловский и Лев Лещенко встретились здесь, а конкретнее у лифта «Жемчужки» своих будущих жен. А эта супружеская пара познакомилась не на курорте, но с тех пор, как вместе, всегда отдыхают в Сочи. Нравится гостиница с богатой историей. Здесь колорит очень интересный такой. Здесь совмещается и старая какая-то культура, что было в старом Сочи, и новая, принесенная Олимпиадой. Поэтому именно в этом такая прелесть, и есть такая изюминка у «Жемчужины». Собственно, этим и пользуемся, этим наслаждаемся. Да, такая гостиница, которая, в общем-то, знаменита на всю Россию. Можно здесь встретить в коридорах немало звезд. Со сцены накануне радовались самоцветы хитами на все времена. Фестиваль «Бархатный сезон в «Жемчужине»» собрал действительно много звезд, которые перед выступлением делились своими воспоминаниями. Например, для журналиста Владимира Березина в 1991 году участие в звуковой дорожке стало на редкость удачным. Я сюда приехал просто ведущим программы «Время центральной» в телевидении СССР, а отсюда уже уехал ведущим концертных программ. И где в Сочи, где в «Жемчужине». Мы столько раз сюда приезжали, еще в 80-х годах выступали в фестивальном, выступали здесь также. Очень много связывается с «Жемчужиной». Также я приезжал на кинотавру несколько раз. Ну, это легендарное место. Мы очень любим. Спасибо, что пригласили. Просветание! Всех сотрудников гранд-отеля, кто работает десятки лет, наградил вечный глава города Анатолий Пахомов. Есть и те, кто трудится с первого дня открытия «Жемчужины». Действительно, во все времена «Жемчужина» была и остается визитной карточкой нашего города. Ну, а когда на сцену вышел Владимир Кузьмин с новым репертуаром и, конечно же, со своими нетленками, мало кто усидел на месте. Мы не перестаем встречать наших гостей, проводить конференции. И, возможно, сегодняшнее мероприятие положит хорошие традиции каждый год встречать бархатный сезон в гостинице «Жемчужине». Фестиваль продолжится выступлением КВИНщиков. Команды веселых и находчивых сразятся за кубок «Жемчужины». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». «Золотой сезон» открылся в Сочи. Выставка ювелирных изделий и фэшн-индустрии под таким названием начала свою работу сегодня в отеле «Жемчужина». В ее рамках также проходит фестиваль народных мастеров и художников России. На открытии выставки, которую по традиции проводит выставочная компания «Соут», побывала наша съемочная группа. Выставка «Золотой сезон» уже 12 лет подряд – это место встречи ведущих предприятий ювелирной отрасли и модной индустрии, торговых компаний, агентов и дистрибьюторов. «Золотой сезон» представляет не только бренды ювелирной моды, но и уникальные изделия фэшн-индустрии. Сегодня здесь не только ювелирные изделия, и приехали мастера. Здесь также и одежда, и обувь, и бижутерия, и аксессуары в широком ассортименте, косметика, парфюмерия. Вы отсюда можете уйти с выставки и нарядные, и красивые, и модные, а самое главное – счастливые. Ювелирные изделия – от самых простых до элитных, как из линейки массового производства, так и авторской работы. На выставку в Сочи приехали более ста компаний, ювелирные предприятия, авторские мастерские, янтарные и жемчужные кладовые. Впервые здесь гости из Алтая и Бурятии. Они и еще целый ряд компаний – участники фестиваля народных мастеров и художников России. Это вот наше традиционное украшение, называется «Дорога». Его одевают на голову. Здесь вот идет стилизация, металл, камни, бисер. Народные умельцы были отмечены дипломами конкурса «Культурологические традиции сегодня», организованного спецпроектом «Больше, чем покупка». Они, сохраняя свои собственные традиции, традиции своего края, народные традиции, начинают создавать продукт востребованный. Они добавляют в него нечто новое, они добавляют в него креатив. Свои дипломы также получат производители самых оригинальных и модных украшений в рамках профессиональных конкурсов. Ну а покупатели могут стать обладателями смартфона, ювелирных изделий, билетов в парк приключений и на ледовый спектакль, а также поучаствовать в многочисленных бесплатных мастер-классах. Выставка будет работать до 23 сентября в Гранд-отеле «Жемчужина» с 11 до 19 часов. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», «Телеграм» и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны «Жемская одежда». Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин